Искры сварки разлетаются в мастерской Бийского промышленно-технологического колледжа. Здесь металл превращают в крепкую печь, такую, которая способна обогреть бойцов в полевых условиях. Эстафету тепла ребята подхватили у Бийского государственного колледжа. Там еще в ноябре этого года студенты начали делать походные печки. Депутат Госдумы Александр Прокопьев помог им приобрести металл. Сегодня 50 готовых печек уже согревают наших бойцов. Мы отнеслись это с гордостью, так как всякая помощь нашим солдатам сейчас очень важна. Желающих поддержать бойцов становится все больше. К общероссийской акции мы вместе присоединились преподаватели и студенты нескольких учебных заведений края. Педагоги учреждений собрали средства на металл для новых печек и передали их в Бийский колледж. На сегодняшний день два учебных заведения, это Бийский государственный колледж и Бийский промышленно-технологический колледж, готовят студентов по профессии сварщик. Естественно, эти образовательные учреждения, они варят печки. Все остальные образовательные учреждения мы оказываем финансовую помощь. Акция «Мы вместе» так и названа. Мы вместе. Потому что она объединяет морально, духовно. Одни точат, другие обрабатывают края изделий, а старшекурсники занимаются сваркой. К отправке готовят 18 печек. В конструкции поработали и над функционалом. Дымоотвод. Сюда будет вставляться труба и выводится из палатки. Ручки для удобства передаваться печки. В печке находится колосник. И сделан переход, чтобы печка заполняла больше тепла. Так же продумала, чтобы было удобнее выгребать трубу. И к этому причем мы сварили совочек. Их и садах. На удобство вынесли. Давайте проверим эту печку в действии. У нее есть специальные ручки, поэтому двум людям ее удобно будет переносить. Эта печка выполнена из достаточно толстого металла. То есть она не прогорит. В каждую печь ребята вложили листы с инструкцией. А в ней теплые пожелания и поздравления с наступающим Новым годом. Уважаемые военные, наши отважные защитники. Желаю вам успехов. И надеемся, что наши печки согреют вас в холодную погоду. С наступающим Новым годом. Мария Мацав, Алексей Фризин. День с толком.